Целое поколение заводчан и жителей Кировского района. За годы работы через стены Дворца культуры прошли тысячи горожан. Строительство ДК началось в 1958 году и велось по проекту московского архитектора Тарасова. Большую часть затрат тогда взял на себя завод ЦСКБ «Прогресс». Для отделки зданием рамором и гранитом привлекали специалистов из Московского художественного фонда. Заказывали люстры, светильники, бра, мебель и другое оборудование. Все это сохранилось до наших дней, но со временем утратило былой лоск. Реставрационные работы начались в ДК весной прошлого года и в настоящее время выполнены на 35%. Решатки поведутся, доработки вызвали в связи с прокладкой отопления. Данью дорабатываются, потолки закончены, в полном объеме. На стадии завершения реставрация живописи. В здании полностью заменены окна. Идут работы по обновлению люстр, которые поэтапно также вывозят на реставрацию, для того, чтобы сохранить их первозданный вид. Все, начиная от лестниц, зеркал, решеток и заканчивая мрамором, обновят. Но менять интерьер кардинально в Доме культурного наследия не станут, сохранив тем самым его историческую ценность. К примеру, зрительный зал после ремонта сможет по-прежнему принимать до 800 человек. Он будет в том же виде, только полностью все восстановлено. Это касается деревянных отделок интерьера, потолков, стен, живописи. Вот сейчас как раз по живописи заканчивается этап реставрации. Сейчас там восстановлены все архитектурные элементы, которые были утрачены ввиду протечек кровли в свое время. Все это заменено полностью. Создано в том же виде, как и было. Проведена и реставрация фасада с улиц Физкультурной Победы, замена водосточных систем и отливов. Целиком выполнены работы по ремонту и обновлению покрытия кровли и утеплению чердака. Ежедневно подрядной организацией составляются ведомости по выявлению недостатков, связанных с реставрационными работами. Все они быстро устраняются. Очень большой, очень серьезный объект. И как часто бывает, в процессе производства работ возникают определенные трудности, возникают определенные виды работ, которые раньше не были учтены проектом по разным причинам. Здесь были скрытые работы. Сейчас вместе с подрядчиком все это вместе просчитываем. Но, тем не менее, работы идут. После реставрации дворец культуры вновь заживет насыщенной жизнью. Здесь появится помещение для секций и кружков, несколько залов – зрительно-театральный, спортивный. И самое главное – сохранится неповторимый облик фасада и внутреннего интерьера. Мраморные лестницы, колонны, изящные люстры и мозаика. Таким образом, даже после обновления здание не потеряет свой стиль, задуманный архитекторами много лет назад. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.